Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня мы будем говорить о финансовой грамотности. У нас на гостях начальник отдела Министерства финансов Чувашской Республики Евгений Маскин. Евгений Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Вячеславович, давайте для начала определим, что такое финансовая грамотность и для чего вообще она нужна. Что значит быть финансово грамотным человеком? Вопросы финансов затрагивают все сферы жизни современного человека. И именно от уровня финансовой грамотности зависит в том числе и экономическая и социальная стабильность всей страны. Повышение уровня финансового образования и что за собой увеличение численности финансово образованных людей, которые знают и ведут личный бюджет, знают, что нужно формировать финансовую подушку безопасности, сравнивают предложения на рынке финансовых услуг, могут отличить те или иные финансовые мошенничества и умеют защищать свои права. А на каком уровне сейчас финансовая грамотность у жителей России? В Российской Федерации повышению уровня финансовой грамотности уделяется очень пристальное внимание порядка семи лет последних. В частности, с 2011 года Минфином Чувашей совместно со Всемирным банком реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках реализации мероприятий данного проекта действительно были получены серьезные результаты и изменено финансовое поведение граждан Российской Федерации. В частности, в рамках проведенных международных исследований Россия занимает 9 место в группе 20 по финансовой грамотности взрослого населения. А школьники наши, российские, вообще входят в топ-4, согласно международного рейтинга, обогнав и оставив за собой своих ровесников США, Австралии и Нидерландов. А вот какие мероприятия проводятся в рамках этой программы? Вот что нам удалось достичь вот таких вот неплохих результатов? Ну действительно, у нас в Чувашии тоже очень плотное внимание уделяется повышению финансовой грамотности. Под общей координацией Министерств финансов органами государственной власти республики проводится регулярная системная работа по повышению финансовой грамотности и работы с различными категориями и группами социальными. В частности, с 2014 года мы на территории Чувашской Республики участвуем во всероссийской программе «Дни финансовой грамотности» в учебных заведениях. Помимо этого, ежегодно участвуем в неделях финансовой грамотности. Также при содействии Центробанка проводятся онлайн-уроки с учениками в сети интернет. Кроме этого, пенсионеры и вообще любые категории граждан могут получить отдельные навыки и расширить свой кругозор в рамках недели сбережений. Кроме этого, следует отметить, что в 2016 году у нас порядка 60% школ получили учебно-методические мероприятия в рамках вышеназванной программы Минфина России. Эти учебные пособия используются в таких занятиях и предметах, как обществознание, экономика и внеучебных занятиях. И помимо этого, мы в Чувашии продолжаем системную работу по закупке и предоставлению данных учебных пособий всем учебным заведениям. Ну и, насколько я знаю, по-моему, в шести школах столицы республики проходят финансовые уроки. Такой предмет введен. Да, действительно. Сейчас не только в шести учебных заведениях, а вообще широкий круг образовательных организаций, куда как образовательные программы внедряются. Эти все уроки и занятия по повышению финансовой грамотности. Ну и, наверное, одно из мероприятий по повышению финансовой грамотности, это так называемая неделя сбережений, которая прошла совсем недавно в России. Республика принимала участие в этой неделе сбережений? Каким образом? Да, Чувашская республика ежегодно принимает активное участие в проекте «Всероссийская неделя сбережений». В частности, в этом году было организовано очень много площадок как в образовательных организациях, так и в организациях сферы здравоохранения, спорта, культуры, промышленности. Причем следует отметить, что данные мероприятия и образовательные, и, так скажем, наглядные проводили в том числе и представители кредитных организаций, и страховых. В том числе нельзя не отметить, что в проведении данных мероприятий в качестве тьюторов и спикеров участвовали финансовые консультанты, которые подготовлены также по программе Минфина России и осуществляют свое деятельность абсолютно бесплатно. Если говорить об итогах, то у нас в Чувашии ориентировочно порядка 150-200 мероприятий были проведены в рамках этой недели сбережений. Ну и, наверное, финансово грамотный человек, конечно, особенно внимательно изучает деятельность и предложение банков, кредитных организаций. Вот как участвуют банки в финансовом просвещении населения? Ну да, все кредитные организации, они априори, прямо или косвенно участвуют в финансовом просвещении. И вот в частности у нас есть очень наглядный пример Республики. При общем взаимодействии координации Министерства финансов, Советства Чувашкредит Промбанком, ежегодно разрабатываются интерактивные книжки-раскраски для младших школьников, организовываются викторины с уручением ценных призов. В частности в 2016 году была запущена телевизионная программа «Личные деньги», которая как раз-таки раскрывала все приоритетные и актуальные вопросы финансовой грамотности. И в текущем году мы также продолжили и запустили в эфир второй цикл данных телепередач. Ну, я так понимаю, что, наверное, для повышения финансовой грамотности населения нужна какая-то государственная программа поддержки. Расскажите об этом. Какие цели и задачи? Вообще есть ли такая программа и какие у нее цели и задачи? Да, в сентябре этого года правительством Российской Федерации была принята стратегия повышения уровня финансовой грамотности Российской Федерации на период 2017-2023 годы. Целью стратегии является создание основ для финансо-грамотного населения как необходимость повышения уровня и качества жизни с учетом использования в том числе финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Широкий спектр мероприятий и задач в этой стратегии обозначен в том числе внедрение элементов финансовой грамотности в учебные программы, также это разработка и актуализация учебно-методических материалов для учащихся, в том числе и преподавателей по финансовой грамотности, это создание образовательных программ постоянных для повышения квалификации и переподготовки кадров, тьюторов, спикеров, преподавателей в федеральных и региональных методических центрах, также это развитие образовательных услуг в сети интернет и очень большое количество прочих мероприятий, которые также будут способствовать повышению финансовой грамотности. Ну, наверное, действительно, это очень важное дело, все-таки финансовая грамотность позволяет людям жить лучше и заботиться о своих финансах, о своем семейном бюджете, личном бюджете. Спасибо большое, Евгений Ильич Лавич, что пришли к нам в студию, что бы вы напоследок хотели пожелать нашим телезрителям? Я хочу пожелать всем телезрителям знать цену, деньгам и времени, постоянно повышать свою финансовую грамотность и дружить с финансами. Спасибо большое за такое пожелание. Я напомню, что сегодня о финансовой грамотности, о повышении финансовых знаний мы говорили с начальником отдела Министерства финансов Чувашской Республики Евгением Маскиным. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова